Запись запустил. Всем привет. Сегодня у нас 1 августа. У меня очередной лайф. Тема интересная. Я думаю, для многих не могу пройти ее мимо. Не хотел бы, с самого начала хочу сказать, не хочу никого затачивать на то, что есть какие-то определенные способы продвижения, которые решают наши все вопросы. Я только за комплекс мер, но бывают разные ситуации, которые можно решить определенными, так скажем, хирургическими способами. То есть вырезать проблему и решить ее. Это дорогой товар, по которому мы не можем очень много товаров раздавать. Это ситуация, когда мы знаем, что у нас один ключ, например, генерирует 90% продаж, а PPC нам не помогает в этом. Ну и так далее, и так далее. Такие классические варианты. И как раз это решение именно для этого. Потому что на данный момент я не знаю больше других случаев, точнее других людей, которые продвигают пока на данный момент. Из-за этого мы вот на данный момент сейчас объединились и пытаемся в этом отношении помочь. Приступай, расскажи. Привет. Привет. Ну, по поводу того, что пока нет предложений. Среди русскоговорящего сообщества я не видел. Вот киртайцы присылают по все время на сейлерский аккаунт предложения. Я, правда, не пользовался и не пользовался. Что там еще к чему? В целом, есть еще кто-то, кто этим занимается, потому что я вижу постоянно новые сеньги с двумя отзывами, выстреливая на первую страницу. И вот мы в течение последнего месяца на 10 разных листингов, которые созданы были месяц назад, которые созданы год назад, то есть товары там с 400 отзывов, с тремя отзывами, в общей сложности порядка 90 ключей протестировали в течение последнего месяца. И, в принципе, все эти 90 ключей вылезли так или иначе на первая-вторая страница, но уже там от надобности подняли со второй на первую. Поэтому, в принципе, можно сказать, что в течение этого месяца все было стабильно, и пока не было таких особых случаев, когда товар не вылез. Хотя мы, конечно, не брали ниши, как чехлы для айфонов, там бутуз, конкуренция, там мы еще не делали никаких продвижений этим способом. Мы делали до этого, но вот именно теми инструментами, которые сейчас, только вот определенные ключи, там, скажем, они выше среднего. Мы их, кстати, определяем по поисковым запросам, там, типа мерчанты, ворса, там, и так далее, а по, скажем, плотности конкурентов в конкретном ключевом запросе, в конкретных категориях товара. То есть просто оцениваем, сколько по запросу в категориях товара, и от этого оцениваем, сколько этот ключ будет сложно вывести или легко. Что касается сроков, то мы будем заинтересованным в этой услуге людям объявлять месяц. Так как, ну, во избежание различных, скажем, фурс-мажоров, там, ну, по факту, где-то в 10-15 дней ключ выходит, там, на, скажем, 20-ю позицию, то есть это вторая страница, и там уже на первую, там, еще несколько дней вылазит. То есть в топ-16 мы выходим, после этого 7 дней он гарантированно там провисит. Ну, то есть в топ-16 это от первой до 16-й страниц, мы никуда не снимем, там, в 16-ю позицию или там в первую, просто это практически невозможно гарантировать и предсказать. Вот, поэтому такая ситуация. В среднем ключ будет стоить 400 долларов. По срокам я примерно объяснил, по тому, каким способом это будет все продвигаться. Прямо доскональных нюансов и подробностей я не могу рассказать, но если в двух словах, то есть, скажем, никаких, никакого там большого количества сессий, никаких отмененных продаж или же, ну, каких-то там других способов, которыми, в принципе, можно повлиять там на ПСР, можно повлиять на ранжирование ключей, здесь не будет. Поэтому мы, скажем так, над тем листингом по данному ключевому слову, там будет порядка 15 различных действий, которые часть связаны с Амазоном и часть просто не связаны с Амазоном. Это, по сути дела, классическое SEO, которым пользуются все поисковые системы, такие там, как Google, Yahoo, Bing. Амазон не исключение, они, по сути, внутри своего, это тоже является поисковая система, они на все эти, скажем так, на все эти факторы тоже влияют соответственным образом. Поэтому, отчасти, продвигая ваши листины внутри Амазона, мы продвигаем Амазон внутри интернета. Поэтому Амазон не может не отреагировать на эти действия, поэтому, соответственно, есть хорошие благополучные эффекты. Это никак не связано с виш-листами или с какими-то там, как я не смотрел вебинар, но примерно слышал там по поводу недавнего вебинара, по поводу добавления в корзину и так далее. Это совсем другие моменты, которые с этим не будут связаны. В двух словах, если какие-то эти вопросы, я могу... Ну вот, первое у нас уже пошло, сравнение с вихрем. Ну, опять же, если вихрь работает, отлично, если не работает, не отлично. Здесь стопроцентная гарантия, а там никакой гарантии вообще нет. Если товар не поднимется, значит деньги вернутся. Вот и все. Если на данный момент по поводу всех этих моментов, тем более, я могу сказать, что я продвигаю вообще другими способами и гораздо лучше, чем этот вихрь. Дальше что? То есть дело не в том, я думаю, как кому, как, кто, какие деньги считает, как считать продвиганием, продвижением. То есть из-за этого смысла сравнить вообще нет. Это разные истории, кому как нравится, можете делать так, можете делать по-другому. Тем более, я всегда считаю, быстрое продвижение – это бред. Это очень плохо и очень нездоровая фигня. Чем быстрее вы поднимаетесь, тем быстрее падаете. Да, бывает товар. Я еще перебиваю по поводу быстрого, еще минус однополярного продвижения. Раньше виш-листами все долбили, добавление в корзину, еще какими-то способами. Они просто имеют такое свойство, что представьте, вы продвигая товар виш-листами, когда это работало 3 месяца назад, месяц образовывалось, поднимали 10 ключей, и вокруг вас образовывалось, скажем, ссылок на ваш товар с виш-листами сотнями, тысячами. В конце концов, Амазон эту ситуацию всегда будет отслеживать и пытаться принимать какие-то соответственные меры. Поэтому не факт, что если вы, скажем… Что сегодня вихрь работает, а завтра не работает. Бавить по купонам или еще каким-то способом. Да, и обманывать по купонам тоже, это налюбительно. То есть, в принципе, на ничь. То даже дело не в самому плане, просто если вы, например, в прошлом месяце у вас добавили в корзину вас 10 раз, а в следующем месяце 10 тысяч раз, то, соответственно, мое мнение, ну, поживем и видим, как бы. Я думаю, что, представьте, это сейчас начнет просто массово. Я, как бы, никого не призываю, если у вас есть возможность по-разному, я сам выкупами так же самое какие-то ключи двигаю. Я стараюсь сделать все максимально организменно всегда. Поэтому в этом продвижении, кроме выкупов, мы сделали все настолько, ну, скажем так, по отношению к Амазону правдоподобно, что, ну, пока мы не видим никаких сложностей. Нет, только еще, это направление просто, то есть, все правильно сказалось, то, что однополярность вот эта вот, а тем более, мы же никто никого не призывает, я говорю, это просто альтернатива. Вот, и никто здесь ничего не говорит, 400 долларов, спрашивают, высокий, низкий, средний частотник. То есть, средний низкочастотник, естественно, в любом случае 400, но никто их давать не будет. А высокочастотник, высокочастотник и урозен. Дороже 400 долларов, это какие ключи, к примеру, приведи, чтобы люди понимали. Дороже 400 выйдет. Какой ключ? Дороже 400 выйдут ключи, например, там, Backpack, например, Phone 7 Case, например, там, Bluetooth Headphones. Ну, это мега ключи просто, это мега ключи. То, что там мерчан показывают, там, 5 миллионов поисков, но мерчан, мы на него вообще не ориентируемся, но в которых, там, например, по трем цифровым категориям, по этому ключу, находятся больше 200 тысяч товаров. Это крайне конкурентная ниша, и мы просто до сих пор пока не спремся, потому что себестоимость вывода такого ключа, она просто будет очень большая. И, ну, я пока не вижу в этом смысла одними такими способами выводить такой ключ. Чтобы эти ключи выводить, нужно применять все. Рекламу, внешнюю рекламу, внутреннюю рекламу, там, трафик органический с Фейсбука, там, заниматься SEO. Это не так просто. Люди, которые по таким ключам находятся в топе, они ни у кого не заказывают просто продвижение. У них есть целая стратегия. Я, например, на своих листинах рекламу вообще никогда не выключаю. Она у меня работает в минус. Но я, например, то, что Амазон добавляет какую-то карму к этому поводу, к твоему товару и аккаунту, лишнее, там, поднятие ключей из рекламы, они ничего плохого не сделают. Если она хотя бы, там, более или менее отбивается, то есть, я отказаю эту рекламу. Поэтому, ну, и, соответственно, отзывы, там, все остальные вещи никто не отбирает. Короче, получается, за 400 долларов, по большому счету, получается, все, до высокочастотников. А дороже только выйдут. И, скорее всего, мы их просто откажемся, потому что вы мне скидываете заказы. Я, соответственно, человеку отдаю, они считают и дают ответ. То есть, дороже 400, мы достаточно будем мало просто ключей брать, просто смысл нет. Ну, просто я не вижу смысла в таком продвижении платить дороже. Плюс я не уверен, что это все будет работать очень, ну, как бы, как дети в школу, но, скорее всего, не будут работать в таких нишах серьезных, в которых там все просто борются за первую позицию. Как бы эффект будет, там, поднимется, например, из, ну, скажем, если талант не алексируется, поднимется на четвертую страницу. Но за это же никто платить не будет, поэтому мы пока за это не будем. Вот, поэтому по поводу низкочастотников, мы сейчас вот берем, как бы, на тесты свои ключи и пытаемся, как бы, группу ключей низкочастотных вывести по, ну, как бы, на первую страницу, чтобы там, возможно, в дальнейшем предложить какой-то пакет там из... Ну, как раньше у нас было. Да, ну, просто пока это нужно, как минимум, время для тестов. Мы пока занимались более или менее серьезными ключевиками. Теперь, как бы, занимаемся больше масс, то есть, там, берем сейчас, там, 3-4-5 ключей, которые содержат, там, максимально одно ядро, как бы, синантическое, и пытаемся, как бы, понять, как это все максимально дешевле можно сделать, чтобы, ну, скажем так, покрыть больше потребностей по выведению низкости, чтобы, можно, заказать там какой-то пакет, более-менее по деньгам был приемлемый. Так, вот Олег спрашивает. Был, да. Из вашей практики... Ну, прям, ситуация пока. А, понятно. Из вашей практики Олег спрашивает. Посоветуйте программы по отслеживанию ключей. Я не понимаю, что это трекинг? I'm the one. Ну, я, как бы, у меня свой трекинг, как бы, по... Потому что, когда накладно выходит, какими-то трекерами пользоваться. Ну, например, там, для каких-то, там, других вещей, я, там, Helium использую, там, или Helium, как он правильно, там, с ключей бесплатно можно трекать, как бы. Ну, не знаю, раз в день, ну, раз, что-то график какие-то рисуют, там. Ну, я думаю, что просто они все примерно, непримерно, а все одинаково смотрят ключи. Я тоже думаю. На самом деле, позиция ключа, она видна в разметке страницы, которую загружают, там, в зону. Вот вы набрали, там, ключевой запрос, вам выдало 20 страниц. Просто техни-бот все 20 страниц сейчас сохранил и посмотрел на... Просто вопрос в том, что позиции могут меняться из-за того, откуда вы будете смотреть. С браузера компьютерного, с браузера телефонного, с приложения, там, и так далее. Вот в этом есть, как бы, разница. Но как она взаимосвязана, это непонятно. Причем, рано или поздно, все, как бы, ваша позиция придет к одному знаменателю. То есть, если вы вылезли на пятую страницу, на пятую страницу, то через два-три дня вы вылезете на всех устройствах и во всех размерах. То есть, тут просто, ну, Амазон в течение двух часов не обновляется. Там, сидеть, просить, там, чтобы несколько часов, несколько раз в день, там, проверять культфильтры. Ну, нет вообще никакого партнера, никаких изменений. Максимум раз в день посмотреть, что с ним происходит, как бы, поэтому... Ну, я здесь в этом согласен смотреть. Здесь такая тема, я абсолютно так же считал всегда. Просто, вот, на данный момент я очень вплел так серьезно вот этот трекер. Потому что, реально, именно аналитикой занимаюсь, то есть, у меня подход мой по продвижению товара, ты знаешь, вот, у меня есть серстер, оттуда все мои ключи, короче. То есть, все, в трекерах все мои ключи, там, 60, 80, там, именно фраз. Вот, и я смотрю, значит, я вливаю трафик, вливаю трафик, и я смотрю, наблюдаю, что у меня происходит. То есть, какой продвинулся, какой там зацепился и так далее. Я начинаю туда вот точечно заливать. И потом эта следующая поставка приходит, я опять бюджет заливаю. И я, знаешь, как, когда я чемпионом стану по всем вот этим ключам, я смотрю, вот этот ключ мне дал такой прирост. Этот прирост, он часто очень заметный. Вот сейчас у меня есть ниша товаров, которая плохо продается, и реально у нас уже штук 20 первых страниц, и какие-то вшивые, там, я не знаю, 2-5 продаж в день. Ну, просто вшивые. Вот. И я так понимаю, что в этой нише просто, скорее всего, генерация продаж идет просто по одному-двум ключам, и все, высокочастотненько. То есть, вот, да, это всегда по-разному. А бывает ниша, прям вот, вот сегодня у меня 10 продаж, на следующий день смотрю, просыпаюсь, амзваный, 3 еще, и у меня уже 30 продаж. И так вот каждый ключ прибавляет по 5 штук, например, там, по 10, по 5. Прям вот четко, четко, прям такая градация идет. Позицию теряю, минус эти продажи. То есть, ну, это вот именно нужна стратегия. Не просто трекер, как вот смотреть на него картинка, вверх пошел, вниз, о, ништяк, пошел спать. Или пошел гулять. Зеленый, ой, красный, ой, как плохо ночью. А именно вот, у меня просто свои стратегии, я из-за этого очень, вот, то есть, до этого мне он вообще не нужен был. А сейчас я без него даже как без рук. То есть, для меня очень важно, и много я там действий делаю. И я только трекаю, я больше ничего вам за вами не делаю. Ну, пока мне вот даже руки, значит, Merchantwork у меня есть, мне не нужно ключи искать. Вот, трекеры мне как бы интересны. Ну, а все остальное, SuperURL тоже мне не нужен. Так, вопрос, значит, Дмитрий спрашивает, что является фактором выполнения условий сотрудничества? Минимальная позиция, фраза, поисковое выдачное. Мы считаем таким образом. Когда я принимаю заказ, я беру, вставляю все вам, the one, естественно. Вот, и мы считаем выполнение задачи, когда мы сделаем, значит, топ-16, ну, то есть, там точки же есть, вам звание или других трекеров, то есть, топ-16, 7 дней не подряд, чтобы не было непонимания. У нас несколько скандалов раньше было, то, что мы обещали, например, 5 дней, 10 дней подряд. Ну, то есть, не подряд, а просто 10 дней. Было недопонимание, что люди думали, что именно строк должны 10 дней. Такого не будет, потому что в общей сложности минимум 7 дней, после этого я человеку заплачу денежку. Деньги у меня, как у гаранта, лежат, работу выполнены, 7 дней прошло, и я отписываю в скайп, работа выполнена, пожалуйста, проверьте, я перевожу денежку. Все. То есть, никаких особых проблем нет, я, самое, думаю, все тут понятно, потому что можно вообще бесконечно-то загружать, 6 дней отработало, не сработало, 6 дней отработало. Топ-16 – это минимальная первая страница. Это будет топ-10, топ-5, топ-1 или топ-16, не имеет значения. Главное, что выше топ-16, выше 16. Добавить есть что? Да, можно разговаривать лично, просто если кто еще этим не пользовался, могу сразу обратить ваше внимание на то, что если вы не уверены еще в своем листинге, в своих фотографиях, в своих отзывах, если у вас на листинге два отзыва, откройте первую страницу и посмотрите, как вы будете смотреться на остальных. Потому что у меня сейчас те, с кем я работаю, это просто какое-то недопонимание. Люди платят деньги, причем большие, и не понимают вообще, как они будут выглядеть на первой странице. А потом начнешь писать, что у меня нет продаж, заходишь, а у нее было два отзыва за месяц, ни одного не добавилось, хотя человек начинает продвижение заказывать. Поэтому просто не хочется, чтобы все эти вещи проходили впустую, поэтому просто 10 раз оцените, ключи больше нужны. Если вы никак не тестировали этот ключ, если он у вас с рекламы не продавался, просто хорошо подумайте, чтобы потом эти деньги не улетели впустую. Потому что на самом деле продвижение не из-за того, что жажда легких денег, потому что стало все гораздо сложнее. И просто, не знаю, как это сказать, но очень просто выводить в топ просто не получается. Для того, чтобы вывести, нужно потратить достаточно большие вложения на сопутствующие инвентарь и все остальное. Абсолютно согласен по поводу того, что готовности лисинга и то, что PPC можно проверить, то же самое. То есть если у вас продажа... Я вот просто сейчас перебью, я, например, недавно с новым товаром тоже запускал полностью новые товары. Вот месяц назад я заказал там 15 отзывов, как бы по один главный ключ начал выкупами двигать. И начал, запустил рекламу на автомате, чтобы понять вообще, потому что там ключей много, но они все такие средние, мелкочастотные, а два основных ключа. И для меня было вот в этот момент, я нашел один бестселлер, который просто... У меня было, например, из 15 продаж, 10 продаж, переход со страницы этого товара. То есть это конкурент, уже бестселлер, у него там 3000 отзывов, и с этого товара просто люди покупали. Я просто в режиме сейчас начал его привязывать, ну то есть чтобы попасть к нему на листинах, как бы у меня сейчас, я так подозреваю, оттуда продаж больше, чем с органикой. Поэтому мой вам совет перед тем, как заниматься органическим продвижением, надо как минимум посмотреть, что реклама там идет, потому что... А ты привязал совместную покупку дело? Что-что? Совместную покупку дело привязал к этому бестселлеру сюда? Ну я начал покупать, не выкупать, я начал как бы продвигать свой товар вместе с бестселлером, только свой товар по ключевому слову, а бестселлера просто сходом на просто сухой листью. То есть и получается покупатель заходит и видит его товар и плюс твой товар, да? Ну да, то есть он заходит когда на бестселлера, но там не в 100% случаях есть, потому что там бестселлер этот, ну там он очень жестко стоит как бы. И просто где-то время от времени начинаю показывать мой товар, и как бы я просто понимаю, что там продаж с него с этого листинга больше, чем у меня сейчас. У меня, например, среднечастотников где-то в 80-20 среднечастотников в первой странице, но там они дают среднему там всем продать деньги. А вот именно оттуда просто есть рекламы, и я так подозреваю, что уже с привязанного как бы там тоже идет. Ну это как бы пока в плане услуги, если кому-то интересно, я пока даже не знаю, как это все оформить. Это чисто там в полу, так сказать, ручном режиме сам делал, поэтому это чисто такая теория, которую еще надо доказать, и потом, возможно, кому-то она пригодится как в виде услуги. Но это должно быть исключительно проверенная информация, потому что... Так, что еще за вопросом? Так, Дмитрий, что является фактором выполнения? Так, это я читал. Так, последняя выдача, все это было. Так, еще есть вопросы, или сегодня день без вопросов? Хотя на самом деле все, я думаю, понятно. Основная масса этим пользовалась, просто реально подготовьте свой лисин. Мы не можем, мы как бы, да, занимаемся, я занимаюсь именно комплексом, продвижением, там, консультацией по этим поводам. Но это не значит, что мы перед тем, как будем запускать, будем вам подсказывать все это сделать, там, лисинг посмотреть и все остальное. Не из-за того, что нам жалко или трудно, просто это нереально. Нельзя просто посмотреть текст и сказать, хороший лисинг или плохой. Я языком не владею, и надо понимать, какие у вас реальные ключи. И вы заказываете ключ. Наша задача одна, не сделать вам продаж. Потому что мы не можем их сделать, мы не покупаем ваш товар. Мы только делаем вам трафик, создаем. То есть вы выйдете на проходное место, и вас должны больше увидеть. Если у вас в бизнес-репорте трафик у вас увеличился в момент первой страницы, значит на вас клацают, вас видят, но вас не покупают. Если вас не видят, значит вы еще и фразу ошиблись. Так что надо все это анализировать, смотреть и работать по факту. Потому что когда уже вышли, там, многие переоценивают свои силы и так далее. Вышли и увидели, что вот такая вот ситуация, значит с ней, каждой из этих ситуаций, можно бороться по-разному. Можно улучшать фото, можно по ходу пьесы, так скажем. Менять фото, менять цену. То есть что мы быстро можем сделать? Это сменить цену и поменять фотографию. Ну, может быть где-то текст подкорректировать. Но текст больше влияет для меня лично не на покупку, а саму непосредственно, а на то, чтобы нас робот удерживал и чтобы понимал больше. Так, что с вопросами? Вопросов больше нет. Ну, подождем еще минутку и закончим. Денис Лянец спрашивает. Ты со спикером знаком, работаю в видео, он полностью отвечаешь за его качественную услугу. Я, к сожалению, работу не видел. То есть, ну, как бы в любом случае на тест мы еще ничего не брали. Вот. Я могу гарантировать однозначно оплату после выполнения работы. То, что, как бы сказать, тут у нас какие риски? Это риски банов, риски всяких вот этих вот негатива, аккаунтов и всего остального. Ну, с одной стороны, даже если проверим, никакой гарантии нет. Мы вот с Пашей запускали в прошлый раз, мы месяц тестировали. У нас вышел ключ, все хорошо, второй ключ хорошо двинулся, и мы начали принимать заказы. И все, и через 4 дня все навернулось. Это первый момент, потому что все реально меняется. Вот, непредсказуемо. Второй момент. По поводу банов, по поводу всяких моментов. Я могу сказать, я не знаю, что со мной происходит, но за последнюю неделю меня 4, 3 лисинга моих заблокировали. Один лисинг заблокировали просто так вообще, ничего, незаслуженно, никак, просто, просто так. Вот, и я уже неделю там пытаюсь, подключая все, кого только можно, ничего не получается у меня. Второй лисинг мне перевели в взрослые товары, и я не могу себя пока там найти. То есть мы меняем категории, то есть мы просто раз потеряли. То есть первый товар мне приносил, ну там, очень много, ну там, я не знаю. Ну, в последний день у меня было 62, я поднимал цену, специально оттормозил продажи. То есть, в принципе, можно было гораздо больше продавать. Второй товар мне приносил под 60 тоже продаж, то есть я за день потерял больше, там, 120-130 продаж. Это товары были, одному было 14, по-моему, дней, другому дней 8, наверное, всего. То есть это именно новый-новый старт новых товаров. Вот, стартанули, хорошо, все хорошо. Ну, вот такая ситуация. И сегодня мне забанили третий товар, мой основной, который вообще висит в аутовстоке. То есть мы сейчас еще даже никак не произведем, то есть никак даже не отправим, слава богу. Но у нас сегодня пришла кляуза. Я вот сегодня писал в группе как раз по этому поводу, просил отминусовать. Это поставить ноу на все пятизвездочные, четырехзвездочные отзывы и на все ес однозвездочные отзывы. Почему именно на этого конкурента я взъелся? Единственный топ с моим одинаковым товаром один в один. И второй фактор, самый важный. Все китайские производители, мы почти со всеми этими китайскими производителями общались, они все знают, они нам рассказывали в один голос, что конкретно этот чувачок душит всех вокруг. То есть мы, в принципе, вышли на выжженную землю. Но просто я не знаю, какие у нас, у меня ресурсы есть, возможности. Но как бы вроде людей, сообщество большое и другие возможности есть. И такая ситуация, есть люди, которые просто с большими деньгами, ресурсами заказывают много отзывов, мы как бы их печатаем. Так что, думаю, я с ним, наверное, справлюсь. Вот, надеюсь. Но на данный момент листинг у нас сейчас пока недоступен. Не можем мы его ни изменять, ни исправлять. И просто нас заблокировали из-за того, что какой-то покупатель написал, что у нас товар фейковый. Ну, типа такого. Запись будет, Александр. Вот. Из-за этого я уже просто забил на все эти проверки Амазона и проверки людей, которые по продвижению. Мы просто нормально как бы договариваемся заведомо. Работу выполнили, зарплату получили. Вот. Да, я могу спросить, покажите мне свои товары. Но это несерьезно. Да, мне несколько моих старых знакомых уже оплатили и мы запустили. Но время еще не подошло. И второй момент, самый важный, еще раз говорю. Никто не призывает. Это раньше нам видео показывали, говорили, что это секретная технология и мы не могли ее получить. На данный момент я согласен, что много, очень много товаров, вот таких вот, прям реально дрыщевых, посмотреть, я просто аналитикой занимаюсь, вылазят. С нулевым продаж, с двумя продажами на первой странице. Все по 50 продают, по 30. А у людей там две продажи всего на все или ноль продаж. Вот. Это говорит, естественно, о нездоровом продвижении. Но его стало намного меньше. И на данный момент моя схема с продвижением через грамотный выкуп, через грамотный листинг и продвижение работает намного лучше и эффективнее, чем раньше. Это говорит о том, что куча народу вот этих отвалилась. И сейчас с нормальным товаром гораздо проще продвинуться, чем было раньше. Но PPC подорожало. То есть, кто, например, двигал через PPC, им посложнее стало. Мне полегче стало. Ну, как бы, такое вот ощущение у меня. Я могу ошибаться. Так, если фраза... Я могу ответить на два вопроса. Первый. Есть ли смысл платить 400 баксов за эти деньги? Это... Я каждый должен для себя. Если вы не посчитаете, что вы сможете выкупами сделать дешевле, то я вам рекомендую сделать выкупы. Ну, минимум. Но просто, смотря, сколько стоит товар, смотря, как он будет двигаться. Я, например, сделал 15 выкупов по ключевому слову. После этих всех выкупов я встал 8-й странице. Сколько мне еще надо сделать выкупов, чтобы подняться там? Нет. Ну, если у вас товар стоит там 2 доллара, 3 или там 5, может быть. Если 50-60, ну, каждый оценивает сам. Тут на этот вопрос, кроме вас, вряд ли кто-то ответит. По поводу, если фраза в топ-20-30, есть вероятность эффекта от продвижения. Ну, конечно, есть. На самом деле, подняться с... Например, если ваш товар не индексируется вообще в общей выдаче, подняться там, например, на пятую страницу и с пятой подняться на первую, это совсем разные вещи. То есть подняться до пятой страницы практически нет никакой. Смотря, конечно, все зависит от ключевого слова. Самое основное – это вот подняться на первую, там, первую, вторую страницу, вылезти в топ-16 или там выше, и там выдержаться. Но это в конкурентных нищих. Вот это самое сложное. То есть, скажем, путь, который продвигается с поднятия со второго на первую, он в несколько раз больше, чем путь, из чего у слова поднимается с двадцатой на вторую, скажем так. Поэтому основные силы тратятся уже в КПТ. Потому что там все товары продвигают, все товары продвигают рекламы, большинство товаров привлекает внешний трафик, большинство делают выкупы. И причем как нормальные выкупы, как я уверен, и ненормальные. Потому что, например, в моей категории сегодня я обнаружил в топ-4 на четвертом месте товар, который имеет два отзыва, который добавлен был четыре дня назад. И, как по всему, у него якобы под больше 50 и 80 продаж. Я, конечно, в это крайне сомневаюсь, что товар может новый, с двумя отзывами, с корявыми фотками, делать столько продаж. Поэтому тут можно просто делать выводы, как он получил такой бейс и что будет в дальнейшем с ним. Я просто, даже мне интересно, может быть, потом даже как-то это освещу. Просто там по-другому быть не может. Не может товар, по крайней мере, в той нише, в которой я более-менее разбираюсь, там, вылезти в топ-4. И, ну, как бы в топ-4, в смысле, по Бейсхеру. И, ну, что ты, как бы, данный. Естественно, он сейчас на первой странице, там, почти по всем ключам, как бы. Поэтому, такие дела. Согласен. Это просто вариант. Не более того. Никто никого не принуждает. Тем более, не говоришь, что это самый лучший способ продвижения, единственный в мире. Я в этой... Это не могу вообще понять, в принципе. Сегодня это работает, завтра не работает. Кому надо, они в любом случае обратятся. Мы пытались рассказать о том, как это работает, что делается. Мне, в принципе, все ясно и понятно. Я понимаю, когда это я буду использовать. Для слива товара, для многих таких вот вещей я это буду использовать. У меня есть... А, кстати, какие-нибудь эти... Диффузеры, как... Что скажешь по диффузерам? Продвинем их? Нет? За 400 долларов. У меня есть диффузеры. Несколько штук. Надо смотреть, на самом деле. Я, как бы, если в двух словах, я больше по SEO, чем по Амазону. Если вот так, например, мне сейчас дать листинг какой-то, я, честно говоря, сложно будет оценить вообще хорошую. Нет, я в Амазоне, скажем так, уже достаточно давно торгую, но просто надо все смотреть с точки зрения точной цифры. Даете ключевое слово с айсином или же без айсина, просто говорите, где товар находится. И как бы конкретная задача будет ставиться под конкретную цель. Ну, все на самом деле там просто читается, но мы уже поняли, что все эти серчи, там, поисковые запросы, они все не определяют сложность. Определяют сложность в количестве товаров, которые там добавлены. Вот это самый главный критерий. Все товары просто надо вытеснить из выдачи первого. Вот и все. Для этого надо делать определенные вещи. Поэтому все сугубо, как бы, по запросу, так сказать. Так, про Вихрь 2 реально альтернативы или нет, понятия не имею. Потому что это... Я читал, я читал отзывы, смотрел, как бы, комментарии людей, сам вебинар, видел. Ну, чисто теоретически, я думаю, что какой-то фиг вот этого. Но чисто практически, как это все правильно организовать, и как потом извести из этого именно профит, они, ну, более-то, уже каждый сам вырешает. Сегодня разгадываются ребята, которых это консультирую, они его запустили. Запустили. Но они используют исключительно настоящие купоны, работают по-нормальному. Потому что они говорят, это не наша история, как бы, вот это обманывается людей, там, и так далее. Мы против этого. То есть у них работает, им помогло. Но товар, так как нет выкупов, нет органики настоящего, он говорит, мы как заканчиваем это делать, у нас он падает. То есть он у нас не держится. Просто визуализируйте. Вы, например, я не знаю, просто какие там количество надо сделать, но просто чисто. Я сейчас абсолютно, как бы, теорию просто удерживаю. Вот представьте, вы делаете там рекламу в Фейсбуке или там в Инстаграме, там, по этим купонам, там, заходит тысяча человек. Из этой тысячи человек, там, 400 человек добавляют себе в корзину, смотрят этот купон, там, нравится ему, не нравится, там, и так далее. И потом конверсия с этих покупок стремится к нулю. Вы, как считаете, к этому будет относиться в дальнейшем Амазон? Вот вы, как слово, двинули, второе, третье, там, две недели, там, ключ держится. Потом, как бы, возникнет тот момент, когда вы вокруг себя создадите, там, несколько тысяч добавлений в корзину, которые потом не будут нести никакой конверсии. Или же, там, конверсия будет, там, один процент, полпроцента. А в нормальных случаях эта конверсия, я думаю, по долгой корзины и потом дальнейший чек-аут, она, ну, как бы, как минимум, там, процентов 30-40. Ну, купонами вот этими по 2% вряд ли можно, но это, как бы, чисто теория. Я же говорю, я не могу это тестировать, в принципе, мне это пока не интересно, как бы, поэтому просто чисто теоретически, если разобраться в этом, ну, оно, как бы, не знаю. Очень надо аккуратно это все делать, потому что, может быть, как бы, какая-то внутренняя метрика Амазона, которую он, там, вам никогда в жизни не расскажет, если он понимает, что конверт чистый, с добавления в корзину у вас, там, стремится к нулю, то ничего хорошего в дальнейшем, как бы, об этом не стоит ждать. Просто тесты, да, они проводятся месяцами. Если вы знали, сколько мы провели тестов вот за, с момента, который перестали работать не шлисты, это просто жесть. Это способ, под которым мы сейчас пользуемся, это гибрид, там, из пяти различных вариантов, которые мы тестировали, которые, там, по отдельности давали эффект связки, там, и так далее. Эти тесты, они происходили просто сами. Потому что невозможно понять за неделю, как происходит. Бывали всплески, которые просто, товар поднимался, там, за два дня, и потом ровно туда же возвращался, поднимался с 17-й на 1-ю, потом назад на 17-ю. Как можно тут какие-то, просто, сделать тесты? Поэтому для всех, то есть, я так понимаю, вебинар вышел, там, 3 недели назад. Я просто уверен, что до конца еще протестировать сложно, на самом деле, по-настоящему, как все будет происходить дальше. Поэтому просто, так же, как и с этим продвижением, не обязательно заказывать, там, сразу, там, те ключи и сразу лезть в то. Все должно быть органически. Это больше, как бы, подходит для тех, как бы, продавцов, которые уже понимают, что им нужно, и они понимают, что, там, вот этот товар, им нужно по этому ключу вывести. Поэтому я за то, чтобы все максимально делать шире, органичнее, и чтобы Амазон, как бы, по этому поводу радовался. Ну, все, в принципе, понятно. Я думаю, можно заканчивать, потому что все просто. Все и так понятно, короче. Да, после первых каких-то тестов, ну, не тестов, а, скажем так, уже результативных продвижений, я думаю, как бы... Расскажем и покажем, в любом случае. Расскажем, покажем на конкретных ключах, на конкретных товарах, там, я готов буду даже, там, какие-то свои, там, выставить реальные продвижения. Это не вопрос, если кто-то сомневается в этом, там, и так далее. Поэтому, как бы, все со временем будет, если, дай Бог, чтобы эта тема, как бы, жила. Ну, согласен, да. Вот я, я, честно могу сказать, я вот эти все варианты использую именно больше как дополнительный и как экстремальный вариант. Вот, потому что в разных историях... Но, с другой стороны, когда я участвую, это все пробьем, поработаем, опять же, еще раз говорю, я просто более успокоен, потому что я понимаю, что если мои стандартные продвижения не прокатят, и у меня вдруг не хватит ресурсов или какое-то чувство, я всегда могу его применить. Это спокойнее, и ты намного спокойнее работаешь. Это очень важно. Это то же самое, когда ты работаешь как наемный сотрудник, и когда ты работаешь на свои деньги. То есть, психология имеет значение огромное. Просто огромное. Вот, значит, по поводу продытожим. Значит, что мы предлагаем? 400 долларов практически за любой ключ, кроме мега сложных ключей. То есть, тех ключей, которые всегда были сложными. iPhone case, там, я не знаю, там, ну, и так далее. Вот, я думаю, все понимают, что это мега сложно. Ну, в любом случае, скидывайте мне ключи, я передаю, мне отвечает, я обратно. То есть, по старой схеме работаю. Деньги лежат у меня. Выполнение, считаем, с момента, когда достигнули 116, больше 7 дней, я отписываюсь, оплачиваю людям деньги. Так что, что еще? Вроде все, никаких таких больше. Что еще подтягивается? Разговор, вот, кстати, мы забыли сказать. Сегодня как раз спрашивали про подтягивание. Потому что мы с Фашей до этого рассказывали, она рассказывала, что когда он двигает один ключ, подтягиваются именно его эти, как, хвосты. У тебя, как, расскажи с этим и подытожим. Ну, эффект есть, но он, как бы, как неудивительно, он очень рандомный. И пока, лично я, не могу просто все это... То есть, иногда, например, на каких-то свежих товарах нетронутых, я беру, например, подбегаю какие-то ключи и выстреливаю вот абсолютно какие-то разные вещи, которые я пока не могу просто все равно. Короче, набирать статистику, чтобы аналитика была, правильно? То есть, просто для того, чтобы реально сказать, например, то есть, мы собираемся, как бы, сделать какое-то предложение для того, чтобы это все более массово, более, конечно, выгоднее, более, чтобы это все было организмом. Но пока я просто не хочу на себя брать ответственность, а потом, как бы, видеть, что там что-то не получилось, это получилось, а то нет. Для этого нужно просто несколько сотен ключей вывести на разных товарах, чтобы понять, как это все работает. Я буду... Так вот, ты говоришь, там 60 ключей, вы смотришь на товаре, я вообще загружаю там многие листинги, которые продвигают, просто все варианты, которые, в принципе, могут встречаться. И я про свой товар 60, я имею в виду, про свой конферен. Да, поэтому, ну, я имею в виду, да, я просто с технической точки зрения. И пока, ну, как бы, есть понятия, какие-то там предположения, как это может влиять, но это больше связано, как ли он настроен там, как, то есть, понимаешь, это очень все сложно. Это на Амазон превратился, на самом деле, уже в большую, как бы, машину здоровенную. Понять, как она работает, становится все сложнее. Поэтому за это мы пока не будем, как бы, уграться. Когда будет железный результат, тогда мы скажем, что вот, есть, как бы, более дешевые пакеты по продвижению нескольких ключей, там, и так далее. Ну, пока это, ну, скажем так, пока это не связано с реальностью. Я понял. Ну, думаю, все ясно. Кто хотел, на связи. В любом случае, пишите. Чем сможем, поможем. А по деньгам, ну, в любом случае, вроде все объяснили. Тогда, думаю, сегодня закончим. Не будем больше задерживать. Всем удачи, всем пока. До свидания.